МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста. Мы начинаем нашу работу во втором полугодии нашего учебного года. Сегодня с нами встретится лаборатория естественной науки, занимательной науки. И я передаю слово Александру. Ну что ж, здравствуйте, друзья! Меня зовут веселый профессор Александр. Давайте немножечко проснемся, друг другу поаплодируем. Просто, да, создадим немножечко хорошего настроения. Друзья, сегодня буду вам показывать различные эксперименты. У меня здесь есть немножечко снега, вот такой он замороженный, но это снег необычный. Так, а ну-ка, дорогие друзья, теперь давайте о нем немножко поговорим. Вы абсолютно правы, это сухой лед. Сухой лед – это замороженный углекислый газ. Где вы встречали углекислый газ? Вот тут уже должна быть... В газировке. Абсолютно верно, дорогие друзья. Итак, внимание. Каждый, кто хоть раз в жизни пил газировку, есть тут такие? Да, есть, есть, есть. Отлично, друзья. Маленькие пузырики, которые делают газировку такой вкусной, это и есть пузырики. Абсолютно верно. Плюс, помимо всего прочего, вы этот углекислый газ постоянно выдыхаем. Все верно. Итак, друзья, ну с углекислым газом разобрались. Итак, внимание. Вот у меня здесь этот снег есть, замороженный углекислый газ. Что будет, если я его разморожу? Дым? Дыма без огня не бывает, наверное. Он снова превратится в газ. Он снова превратится в газ. Друзья, давайте попробуем. Для этого у меня есть специальная колба. Вот такая вот особенная. Она с носиком. Называется колба Бунзина. Запомните, пожалуйста. Очень хорошая был дяечка. Итак, Бунзина. Мы сейчас в нее нальем немножечко воды. Так. И добавим туда немножечко замороженного нашего сухого льда. Можно мне одного помощника? Пока. Сразу. Сейчас мы добавим в нашу теплую воду немножечко замороженного углекислого газа. Кто знает, какова температура углекислого газа замороженного? Минус 273, дорогие друзья. Это абсолютный ноль. Это то, что в космосе. Холоднее в жизни не бывает. Здесь, конечно же, чуть-чуть теплее. Но однако, дорогие друзья, температура замороженного углекислого газа составляет минус 79 градусов. Это настолько холодно, что можно получить ожог. Поэтому, друг мой, ты надел перчатку. Абсолютно верно. Ты поступил. Как зовут тебя? Арсен, берешь сухой лед, забрасываешь его в колбу. Прямо ручкой, ручкой в перчаточки берешь. Давай спиной не будем стоять зрителям, они этого не любят. Давайте еще Арсен. Как-то, да, развернитесь. Ага. Пара. Хорошо. Давайте не жадничайте. Арсен, прям берем, добавляем. Побольше. Арсен, у вас перчатка, вы не получите ожога, не переживайте. Можете брать, забрасывать смелее. Итак, дорогие друзья, начинает происходить некая реакция. И что же мы с вами видим? Дым. Дым без огня не бывает. Пар. То есть, что это такое? Углекислый газ, вы мне только что сами, вы вообще газировку-то пили? Пузырики прозрачные в газировке. Вы постоянно выдыхаете углекислый газ. Ху-ху-ху. Что-нибудь видно? Ху. А? Нет. Дорогие друзья, углекислого газа в воздухе половина процента. Фу, ничего не видно. Что вы видите? Вы видите воду. Вы видите воду. Итак, внимание. Молекулы воды, которые сейчас находятся в воздухе, а они тут есть. Вот эти молекулы воды, которые витают в воздухе, они очень любят все холодненькое. И, дорогие друзья, как только они что-то видят холодненькое, они тут же к этому подлетают и обнимают это. Когда вы достаете дома из морозильника бутылочку холодной воды и ставите ее на стол, на ней появились капли. Откуда вода протекает? Бутылочка не протекает? Нет. Откуда взялись капли? Молекулы воды, которые вы витали в воздухе, увидели бутылочку, к ней, к ней, к ней, и обняли ее, и вы смогли увидеть эту воду. Этот процесс называется конденсация. Спасибо большое. Так вот, дорогие друзья, молекулы углекислого газа, холодненькие, размороженные, поднимаются вверх. Молекулы воды их видят, обнимают их, и их становится видно. Этот процесс называется конденсация. Спасибо большое. Итак, дорогие друзья, в принципе, у нас с вами получилась настоящая газировка. Правильно? Самая простая газировка, которая продается у вас в магазине, да? Раевский источник там, волжанка. Что это такое? Это вода, углекислый газ и больше ничего, да? Да, друг мой, угостимся? Да что вы? Ну что вы? Не пьете газировки? Итак, ручки опустили. Мне потребуется сейчас сюда еще шесть помощников. Так, друзья, встали здесь. Плечом к плечу, смотрим на зрителей, открываем рот. Ааа, вкусняшечка. Так, самая простая вода. Между прочим, углекислый газ является также консервантом. Что это такое? Если у вас есть бутылка, одна из них газированная, вторая нет, то газированная вода, она простоит дольше. Итак, дорогие друзья, но у нас все-таки сегодня праздник небольшой. В честь праздника предлагаю устроить небольшой салют. Так, вон второй. Ну-ка, идите-ка сюда, вы, вы, вы. Нет, 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 не вы, вот вы. Да, как тебя зовут? Арслан, дай палец, который не жалко. Есть такой палец замечательный, Арслана. Итак. Да не бойся. Тут обычно звучат аплодисменты. Ну, такой мини-салют, можно даже крикнуть громко «Ура!». Давайте еще раз попробуем у второго добровольца. Ну давай, рванул уже. Как зовут тебя? Платон. Платон. Итак, дорогие друзья, Платон, палец. И кричим «Ура!» Три-четыре! О! Так. Что произошло, дамы и господа? Почему выстрелила пробка? Давление, вы абсолютно правы. Итак, внимание. Молодцы, пока без спроса ничего не берем, подождите. Итак, дорогие друзья. Когда газ заморожен, он занимает очень мало места. Но когда их размораживают, они начинают друг друга отталкивать. Вот это и произошло, дорогие друзья. Молекулы стучались в колбу, в стенки колбы. Говорили, выпустите, нам тут тесно. Нас тут размороженных все больше и больше. Нам тесно, и в результате пробка не выдержала и выстрелила. И это правильно называется давление. Да, молодцы. Ну что ж, дорогие друзья. Не зря я вас всех позвал. Не отчаивайтесь, друзья. У меня для вас есть эксперимент. Итак, про газировку мы поговорили. Теперь вот о чем. Сейчас современные дети. Нас простой газировкой не удивишься. Все это такое. Прозрачная газировка уберите. Дайте мне гадости каких-нибудь химии побольше. Красненького, чего-нибудь желтенького, синенького. Да? Фанты, кока-колы. Ну что ж, дорогие друзья. Уи-ах, взрослые идут на поводу. И готовим, дорогие друзья. Угощаем цветной газировкой. Для этого мне, дорогие друзья, с вами предстоит вспомнить про такое понятие, как спектр. Что такое спектр? Ну, спектр — это семь цветов радуги. Белый цвет раскладывается на семь цветов. Да? Да. Да. Белый цвет раскладывается на семь цветов. Ну, я думаю, что с садиков все помним. Каждый охотник, где сидит фаза, где каждая первая буква — это какой-то цвет. Но, любители порисовать, знаете ли вы, что все семь цветов радуги можно получить из трех цветов? Да. Ну-ка, на сцене кто-нибудь знает эти цвета? Да. Слушаю вас. Красный, желтый и зеленый. А-а-а, зеленый — нет. Синий — абсолютно верно. И как ни странно, все эти цвета у меня сегодня здесь есть. Итак, все три цвета. А нас с вами, как удачно, сколько человек? Семь. Попытаемся приготовить цветной газировки. Итак, дорогие друзья, у нас есть три колбы. В каждую из них я сейчас покрашу красителем. Красный. К зрителям лицом, что же вы все... Повернитесь, возьмите колбу, держите ее в руках. Так. Желтый. И синий. Так, вы втроем, сюда. Быстренько, быстренько, молодые люди, давайте, 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 давайте. Не задерживаем. Итак, у нас есть три основных цвета, не хватает... Четырех, да. Итак, поехали, друг мой, держите это вам. Теперь, дорогие друзья, давайте вот о чем поговорим. Поговорим вот про этого молодого человека. А точнее, про тот цвет, который у него находится в руках. Это цвет синий. Если бы вы жили лет 300 назад и обладали бы синим красителем, вы бы все были богачами. Почему? Для того, чтобы раздобыть синий краситель, раньше нужно было потратить еще много сил. И, дорогие друзья, те, кто синим красителем обладал, были богачами. То же самое касается и цвета красного. Синий, красный цвет, это цвета монархии считались. Ну, подождите, доберемся мы до пурпурных. Итак, дорогие друзья. Но, произошло чудо, техническая революция. И был такой замечательный ученый, который, между прочим, жил и работал в нашей прекрасной республике. И фамилию этого профессора Зинин. Ну-ка для меня, 3-4. Так вот, дорогие друзья, Зинин, он изобрел синий краситель. Так, что, дорогие друзья, он стал доступен всем. Но, дорогие друзья, для того, чтобы стать богачом из богачей, олигархом из олигархов, нужно было додуматься до этого. Нужно было красный и синий смешать. И чтобы мы получили фиолетовый. Абсолютно верно. Итак, друзья мои, помогите, пожалуйста, сделать олигарха из олигархов. Самого главного богача. Итак, что ты к зрителям опять с чем? Вот сюда, вставайте, пожалуйста. Вот сюда. Синий. Жадина какая, а? Так я пелюшечку вся всем могу. У тебя полная колба, дали ему еще. Так. Ну-ка покажите нам такой темный. Сейчас я немножечко добавлю воды, с вашего позволения. Так, аж 2О немножко добавлю. Итак, какой цвет получился, покажите нам. Фиолетовый. Аплодисменты. Пока в стороночку. Отдыхаем, идем дальше. Каких цветов еще не хватает? Оранжевый. Оранжевый, ну это просто, да, все знают. А для того, чтобы получить оранжевый цвет, нужно... Красный и желтый. Красный и желтый. Где не спим, друзья мои? Помогаем. Опять с зрителем встал. Так вот, сбоку. Вот, учимся, тренируемся. Возможно, кто-нибудь из вас когда-нибудь станет преподавателем. Друзья, надо же сразу себя тренировать. Тому, что к аудитории нужно всегда стоять нужными частями тела, да? Так, покажите, пожалуйста, какой цвет получился. Оранжевый аплодисменты в стороночку. Золотистый. Так, какого не хватает? Зелененький. Для того, чтобы получить зеленый. Синий и желтый. Вы пока в стороночку. Синий и желтый. Так, синенького. Ну давай, не жадничай. Что ж ты... Ну ты смотри, все в себе, все в себе. Я тебе не оставлю ведь ничего. Все заберу. Покажи, пожалуйста. Ну-ка, жадина, иди сюда. Думает, домой заберет, наверное. Ну вот. Какой цвет? Аплодисменты. И? Вы. Какого цвета не хватает? Голубой. Чтобы получить голубой, что нужно смешать? А у меня нет белого. Да, разбавляем, друзья мои. Синий цвет. Для этого у меня есть самое замечательное вещество, которое разбавляет. Это H2O вода. Итак, давайте. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Я тут можно пожадничать, потому что если много синего, тогда разбавить током не получится. Аплодисменты. Какой цвет получился? Поехали. Так. Каждый. Каждый. Давайте. Каждый. Охотник. 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 Желает знать, где сидит фазан. Есть. Да? Теперь мы немножечко добавим каждому. Ага. Так. Так. И, дорогие друзья, у нас уже с вами получилась эдакая газировка. Правильно? Да. Да. Ну-ка, встряхните, пожалуйста, продемонстрируйте всем, что у вас в колбе. Итак, дорогие друзья, вода, углекислый газ, краситель. Нам еще посахарить надо и каких-нибудь вкусов добавить. И все, дорогие друзья, газировка готова. Аплодисменты моим помощникам. Ну что, со спектром разобрались. С Зининым тоже. Колбы на стол и на свои места. Ну что ж, идем дальше. У меня здесь есть бутылочка. В ней сверху водолаз. Называется он картезианский водолаз в честь великого ученого Рене Декарта. Тоже советую про него много узнать. Очень был умный дядечка. Итак, дорогие друзья, так вот этот картезианский водолаз. Он сейчас должен опуститься на дно морское. Каким образом? Что надо? Сжать бутылку? Вниз пойдет. Ну да, я сжимаю и... О, действительно. Говорил же. А ты мне объясни, почему так произошло? Что давление меняется и чего? Давайте объясню. Итак, дорогие друзья, мой водолаз на самом деле состоит из пипетки. В нос когда-нибудь капали себе? Пипеточка. Грузика. Ну и в принципе там вот, чтобы он был похож на такую медузу. Резиночка. Так вот, дорогие друзья, пипеточка наполнена воздухом. А воздух, это как спасательный круг, удерживает ее наверху. Однако, дорогие друзья, когда я нажимаю на стенки бутылки, что происходит? Вода тут везде. Куда она денется? Что? И что сжим? Стенки же, в бутылке же. Она и снизу давит, и сверху. А как она ее толкает вниз? Он сам падает, честно, она его никуда не толкает. Друзья мои, пипеточка наполнена воздухом. Когда мы нажимаем на стенки бутылки вода, ей становится тесно, и она пытается занять все свободное пространство. А там что есть? Воздух. Она говорит пипеточке, а ну-ка воздух подвинься-ка. А то мне тут жмут тесно, и она заполняет пипеточку. Воздух сжимается, и то место, где занимал воздух, начинает занимать вода. А что из-за этого происходит? Пипеточка становится тяжелее, правильно? И, дорогие друзья, опускается на морское дно. Ну что ж, с этим собрались, разобрались. Итак, Рене Декарт, хороший дядечка, про него советую почитать. Давайте поговорим еще по одному дядечку. Итак, дорогие друзья, что у меня в руках? Бусы, абсолютно верно. Причем называются они бусы Ньютона. К несчастью, Ньютон никогда у нас не жил и не работал, но дядя был очень умный. И изобрел одно из самых великих открытий у него было, это сила притяжения земли. Ну, по легенде говорят, что ему на голову упало яблоко, хотя, конечно, это только красивая легенда. Итак, Исаак Ньютон открыл силу притяжения земли. Мне потребуется один помощник. Итак, идет она, бежит ко мне сюда, моя помощница. Итак, как зовут вас еще раз? Ксения. Ксения, вы спортом каким-нибудь занимаетесь? Танцы, ну это тоже спорт. Итак, Ксения, мышцы свои покажите, пожалуйста, нам только. Ого, ну что вы, дайте потрогать. Так, ого, Ксения, ну неплохо, неплохо. Итак, Ксения, у меня здесь бусы Ньютона. Не то, чтобы они Ньютону принадлежали, я их в Ашане купил, но они названы в честь него. Итак, если ты дернешь за один конец этих бус, сколько метров ты сможешь вытянуть? У меня здесь 10. Все. Все? То есть как бы половину кто-то считает. А ну-ка еще раз мы что, давай. Что вы мне не верите, что ли? Все. Половину. Кто-то половину по-прежнему. Не верят в тебя, Ксения. Давай будем их разубеждать. У тебя всего одна попытка. Бегать нельзя. Можно только взять, дернуть вниз и все на этом. Итак, дамы и господа, барабанная дробь по коленочкам. И Ксения. Кто сказал все? Аплодисменты, Ксения. Кто сказал половину, друзья мои? Как вы заблуждались. Но на самом деле Ксении помогло вытянуть все бусы не только ее, ее сила танцев, да? Было две силы. Две силы. И одна из них это сила притяжения Земли, которую открыл Исаак Ньютон. Но заметьте, что сила притяжения Земли действовала и до того, пока она дернула, и после. Она вообще всегда действует. Была вторая сила. И эта сила называется красивым словом инерция. Итак, дорогие друзья, инерция. Вы все обладаете этой силой, потому что вы все сколько-нибудь весите. Когда вы сегодня в 7 утра лежали дома, мама говорила, вставай в университет. Мама, я инертный. Для того, чтобы заставить двигаться ваши 20, 30, 40 килограмм, нужно применить силу, чтобы вас куда-то растолкать. Потому что вы инертный, вы лежите, находитесь в состоянии покоя. Дорогие друзья, аплодисменты Ксении. Аплодисменты всем, кто отвечал. Большое спасибо. Надеюсь, что с танцами все будет на 5 с плюсом. Итак, движемся дальше, дорогие друзья. А, забыл сказать, что и силу притяжения Земли, и силу инерции открыл один человек, Исаак Ньютон. Поэтому он считается одним из величайших физиков всех времен и народов. Друзья мои, тоже советую познакомиться с ним поближе. У него очень интересная биография, и он много сделал великих открытий. Продолжаем. Да, дорогие друзья, про лекарства надо помнить кое-что очень важное. Любое лекарство в малых количествах, может быть, нас и вылечит. Но в больших количествах это практически всегда яд. И то же самое про перекись водорода. У нас с вами дома перекись водорода трехпроцентная. А значит, 3 из 100. Очень слабый раствор. Как? У меня здесь, да, 33-процентная перекись водорода. В 10 раз сильнее, в 10 раз концентрирование. Не выдавай меня, друг. Подожди, пожалуйста. Итак, дорогие друзья. Вот если такая перекись водорода попадет вам не то, что на ранку, а просто капнет на кожу, у вас будет ощущение, как будто вас исхлестали крапивой. Причем раз здесь сильнее, вы получите самый настоящий химический ожог. Поэтому нужно быть очень аккуратным с этим раствором. Итак, с ним я проведу очень интересный эксперимент. Для этого я возьму немножко перекиси водорода. Все, аккуратненько и закрываю. Я буду максимально осторожен. Если капнет, хотя бы капелька куда-нибудь на кожу, все, буду чесаться, ходить, бегать, говорит. Вот. Итак, дорогие друзья. Перекись. И еще одно замечательное вещество. Фиолетовый порошок, который у нас также имеется в аптечке. Это марганцовка. Итак, дорогие друзья. Перекись водорода и марганцовка. Попробуем это смешать. Одного отважного, смелого добровольца. Да. Молодой человек, идите сюда ко мне скорее. Ну что ж, друг мой. Потребуется твоя помощь. Но сначала мы с собой немножечко порепетируем. Для этого мы сейчас тебе вот в эту ложечку дадим совсем немножечко, совсем чуть-чуть марганцовки. Твоя задача поднести, высыпать, убрать. Поднести, высыпать, убрать. Репетиция. Итак, без марганцовки. Без марганцовки, как я показывал. Поднес, выспал, убрал. А убегать дальше. Итак, поднес, выспал, убрал, убежал. Итак, да, мы сейчас ему дадим обязательно очки. Поднес, высыпал, убрал. Лучше близко не стоять. Поэтому мало ли. Поднес, высыпал, убрал. Так, очечки мне, пожалуйста. Ну что, друг мой, как зовут тебя? Как фамилия твоя? Русаев. Как? Русаев. Профессор Русаев. Держите, пожалуйста. Итак, профессор. Даю немножечко, совсем чуть-чуть, буквально на донышке. Марганцовке. Мы с тобой вместе аккуратненько подносим. Дорогие друзья, барабанная дробь. И высыпаем быстро и убегаем. Аплодисменты. Так. Профессор, эти аплодисменты вам раздаются. Браво, браво. Да. Да. Ну что ж, профессор, объясните, пожалуйста, а что вы только что увидели? Угликислы. Ну-ну-ну. Нет. Ага. Вы увидели некую химическую реакцию. Так. Дым. Огня-то не было, опять же. А? Итак, друг мой. Друзья мои. Внимание, внимание. Вы только что увидели воду. А точнее пар. Водяной пар. И также, что произошло только что на ваших глазах? Профессор смешал марганцовку и перекись водорода. В результате реакции образовалась вода и большое количество тепла. Вода и тепло. Это, друзья мои, химическая реакция. Что вы могли подумать? Да. Итак. Вода и тепло. Для того, чтобы вам дома приготовить стол водяного пара, нужно потратить 5-7 минут. Для того, чтобы что сделать? Скипяти чайник. Или вы дома чайники не кипятите? Кипятите чайник? Кипятите. Так вот, дорогие друзья. Для того, чтобы скипяти чайник, нужно потратить 5 минут. Наш профессор сделал это меньше, чем за одну секунду. Да? Меньше, чем за одну секунду. Вода, перекись водорода и марганцовка смешались, образовалась тепло и вода смешалась, и образовался стол водяного пара. Все, друг мой, спасибо тебе большое. Аплодисменты. Провожаем на место. Так. Итак, дорогие друзья, давайте немножечко лирическое отступление такое. Мне потребуется сейчас девочка. Девочка мне потребуется. Да, идите сюда, пожалуйста. Итак, расскажем мы вам сейчас одну татарскую сказку. Про добрую падчерицу. Как зовут? Фрида. Добрая падчерица Фрида и злая мачеха. Пусть будет Фатима. Это я. Итак, злая мачеха Фатима решила извести добрую падчерицу Фариду и дала ей невыполнимое задание. Она заставила ее натаскать домой воды из реки и сделать это нужно в решете. Что такое решета, знаем? В ней просели. У меня нет решета, у меня есть баночка и в ней вот ситочка. Сейчас покажу. Вот ситочка, дорогие друзья. Вот оно здесь. Оно даже вынимается. То есть такое. Итак, держи, Фрида. Все, к реке я пошла. Фрида не расстроился. Ну, задание, задание. Что, набрать воды в решете? Подумал Фрида. Проще простого. Набирает воды. Набирает воды. У тебя, ты баночку-то полную набери. Ты можешь прям руку засунуть туда вместе с банкой. Вот. Ну, у тебя же была не банка, у тебя же решето, так же переворачивай. Понесла домой. Чего ты понесла в банке? Где вода, Фрида? Иди отсюда, не пущу домой. Так, набрала снова воды. Перевернул. У тебя ведь не банка, у тебя решето. Сдается мне, Фрида, до зимы будешь возить мне воды? Так, переверну. Ну, переверну. Давай хотя бы вот здесь переверну. Пошла домой. А если до дома километр, как ты понесешь? А? На самом деле... На самом деле, дорогие друзья, это все-таки сказка. Она, конечно же, имеет добрый конец. Мы вам расскажем, чем закончилась данная сказка в татарском фольклоре. Но мы же с вами люди интеллигентные, образованные. И поступим мы с точки зрения науки. Поэтому, Фрида, держи, пожалуйста, это тебе. Набери воды в баночку. Ложи сверху. И теперь переворачивай. Держи банку. Банку, банку, банку. Это не держи, это я держу. Ты банку держишь. Так, 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 так. Убирай руку. Что происходит? Нет, ты держи, что это я убираю. Банку-то держи. Баночку держи двумя руками. Я сейчас уберу руку. Что произойдет? Итак, подобный эксперимент каждый может провести у себя дома. Взять стакан, наполнить ее водой. Взять листочек небольшой. Но достаточно, чтобы закрывал края. Края нашего стаканчика. Дорогие друзья, тут всему виной давление. Однако дома, когда вы будете проводить данный эксперимент с водой, стаканом и маленьким листочком бумаги, когда вы уберете листочек, что произойдет? Вода выльется. Но в нашем случае вода осталась в баночке. Фарида пошла. Пошла домой. Фарида километр дошла. Донесла до дома. До дома. Повернись зрителям, лицом уже не видно. Что делать, Фарида? Вода застряла? Как вы, как-нибудь? Как, спрашивает Фарида? Интересно. Аплодисменты моей падчерице. Фарида, браво. Итак, когда вы дома проводите будете эксперимент со стаканом, листочком бумаги, когда мы наберем, вода не выльется, потому что, когда мы уберем руку, а листочек останется, вода не выльется из-за давления. Да? Да? Кто он меня хочет? А, вот-вот. Дайте, пожалуйста, микрофон молодому человеку, а то он потом меня не простит, если я не дам. Да? Когда ты убираешь листочек, там застревают в решете молекулы воды и не дают выльется, потому что все равномерно. А когда ты наклоняешь, с одной стороны становится вода тяжелее, и она выливается. Угу, угу. Спаду. Дополнит кто-нибудь ответ. Что за физический вообще такой физический закон? Почему так происходит? Вот, молодой человек, да. Физическая пленка из воды, она образуется и воду удерживает. Действительно, называется поверхностное натяжение воды. А ну-ка для меня три-четыре. Продолжаем. Итак, дорогие друзья, еще один замечательный ученый, который жил и работал в нашей прекрасной республике. Это мой тезка. Приятно. Александр Бутлер. Слышали про такого? Он, знаете ли вы, как и мы с вами, был когда-то маленьким мальчиком, да? И любил похулиганить немножечко. Ну, а все-таки это был человек уже понимающий, что он будет заниматься наукой. Хулиганил немножечко по-научному. Ну, на самом деле, в то время, когда он жил, не было никаких петард и бенгальских огней. И поэтому он все время пытался что-то вот такое изобрести. Ну, значит, подарить людям праздник. Ну, может и себе немножко. Так вот, дорогие друзья, однажды пытаясь сделать бенгальские огни, насколько я помню, он, дорогие друзья, что-то не рассчитал. А вот тут нужно понимать, что он все-таки был молодым ученым. И, да, не рассчитал. В результате произошел страшный взрыв. Итак, дорогие друзья, был наказан наш Александр. Ну, а пока, дорогие друзья, в честь Александра Бутлерова мы устроим взрыв в лаборатории. Да. Итак, для того, чтобы устроить дома взрыв, нужно записываем. Родители, не переживаем. Все хорошо. Можно выдохнуть. Итак, объясню. В первую очередь вода. У всех есть. Мама нервничает. Дальше. Что у меня в руках? Что такое фольга? Итак, это металл. Да? Металл. Металлы бывают разные. Это металл, который называется алюминий. Алюминий. Вот это алюминий. Так вот, дорогие друзья. На самом деле, если вы почитаете историю, узнаете, что все... Вот, например, алюминий был открыт не так давно. Несколько столетий назад. Всего лишь и даже, дорогие друзья, когда он только был открыт, этот самый алюминий, он считался довольно дорогим металлом. И английская королева преподнесла американскому президенту подарок. Она подарила ему алюминиевые столовые приборы. И это считалось очень круто. Но сейчас, дорогие друзья, сейчас каждый из вас может почувствовать себя английской королевой или американским президентом, прийдя в самую обычную столовую. Да? Потому что у нас с вами в столовых обычно вот те ложечки, которые гнутся, да, вилочки, которые зубчиками кривыми, из чего сделаны? Из алюминия. Ну, вот видите, когда его только открыли, считалось очень дорого. Дорого и богато. Итак, дорогие друзья. Вода, алюминий и, дорогие друзья, я добавил туда вещество, которое... Ну, мама, вот можно уже порадоваться. Вы так просто не найдете. Вот эта щелочь, ее, дорогие друзья, продают только в химических магазинах. Ее могут купить только, например, учитель химии, то заказав от школы, то еще... Так просто ее не раздобудешь. Ура-ура. Итак, при смешивании воды, алюминия и щелочи начинает происходить реакция. Реакция, дорогие друзья, с выделением тепла. Я вот сейчас еще могу держать эту колбу в руках, но уже совсем скоро делать этого я не смогу. Тепло, и вот видите, шарик уже начинает надуваться. Да, действительно, дорогие друзья, мы сейчас с вами добудем вещество. Вот я, как говорю всегда, его больше всего в нашей Солнечной системе. Водород. Вы абсолютно правы. Водород. И его больше всего в Солнечной системе. Почему? Потому что наше Солнце на 75% состоит из водорода. И любая звезда состоит из водорода, который потихонечку переходит в второе, в таблице Менделеева, после водорода. Что идет? Водород — это один электрон. Два электрона — это... Нет, 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 не азот. Это гелий. Итак, водород, один электрод, в результате термоядерной реакции переходит, превращается в гелий. Итак, если наше Солнце состоит на 75% из-за водорода, то сколько гелия? 25% гелия. Итак, дорогие друзья, происходит реакция с выделением водорода. Вот, уже видите, как хорошо пошло. Итак, водород. Подождите, сразу убегите. На самом деле, дорогие друзья, водород этот не чистый. Если бы мы здесь сейчас взорвали небольшой шарик чистого водорода, мы бы с вами все оглохли минут на пять. Хлопок бы был очень сильный. Но здесь смесь. Смесь. Поэтому взрыв будет, но не такой страшный. Так, 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 так. Ну давайте к нам сюда тогда какого-нибудь добровольца. Одного. Не-не-не, только будьте готовы, мы будем взрывать. Мы взрывать будем. Держите это вам перчаточком. Так. Ну что ж, дамы и господа, в честь Александра Бутлерова, великого ученого, который жил и работал в нашей республике, в нашем городе, дорогие друзья, и имя его известно далеко уже за пределами нашей с вами даже страны, мы проведем этот эксперимент. Взрыв в честь ученого. Друг мой, твоя задача сейчас будет поднести этот шарик над огнем, естественно, будет хлопочек. Ты готов? Да, ты готов. Я убегаю на безопасное расстояние. Я с тобой не бежать. Итак. Дамы и господа. В небо поднимается красивый дирижабль. Люди слушают музыку и веселятся. Вот лучше за конечком. И неожиданно на небе появилась маленькая тучка. Она становится все больше и больше. И вот закапал дождик. Блеснула первая молния. Да. Взрыв. Аплодисменты Бутлеру, Александру и моему помощнику. Да. Спасибо большое. Ну, честно говоря, дорогие друзья, немножечко приврал. Сразу признаюсь. Не взрывались дирижабли от молний. Всему виной было статическое электричество. Да. Накапливало заряд. Да. Это вот когда мы здороваемся друг с другом. Нам бамс ударило током. Да. Бывает же такое? Мы все почему накапливаем заряд. Вот то же самое происходило с дирижаблями. Но, дорогие друзья, вот решено было отказаться все-таки от них. А зря. Представляете, в школу на дирижабле. А? Классного было. Да. Ну что, аплодисментами провожаем моего помощника. Ну что ж, дамы и господа, увы и ах, но сегодня на этом эксперименты мои подошли к концу. Если понравилось, можно поаплодировать еще немножко. На этот раз мне. Спасибо. Ребята, и скажем нашему ученому Александру спасибо. Три-четыре. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok